В этом видео я хотел бы обратиться к троллям, они присутствуют и на моем канале, и на многих других, но прежде чем я обращусь к ним со своим призывом, я хотел бы извиниться перед Дмитрием Ивановым Камикадзе, потому что в прошлом году, когда я только организовал свой блог, и у меня было где-то 10-15 тысяч подписчиков, я помню, что я сделал видео, где даже позволил себе назвать его паранойком. Это была реакция на один из роликов Дмитрия, где он рассказывал, что на его блог активно нападают, накручивают дизлайки, снимают просмотры. Я тогда прочитал все, что мог прочитать по этому поводу и пришел к быстротечному выводу, как оказалось сложному, что это практически невозможно или, скажем так, нет никакого смысла в этом, как мне казалось. Я назвал его тогда параноиком, за что приношу свои извинения. Вряд ли Дмитрий Иванов является моим зрителем, но это извинение важно прежде всего для меня самого и для моих постоянных зрителей и подписчиков. Я хочу показать вам, что если я в чем-то неправ или чувствую свою вину, то я готов ее признавать и в данном случае принести публичные извинения. Я сам на себе прочувствовал все то, о чем говорил Дмитрий. Просто осознание это пришло гораздо позже. Вот сейчас, например, я наблюдаю почти то же самое состояние у Айдера Муждабаева, который делает, кажется, уже третий ролик, жалуясь на то, как Фейсбук прогибается под Кремль и его страница там заблокирована, он не может нормально работать. Не понимает, почему так происходит у самого Айдера 20 тысяч подписчиков на Ютуб, и я даже оставил там комментарий такого плана, что подожди, мол, сейчас пришло понимание о Фейсбуке, через какое-то время придет понимание и о Ютубе. Так что я думаю, может быть через полгода или через год мы увидим подобные ролики и от Айдера Муждабаева, потому что, как я понял, когда у тебя не так много подписчиков, тебе это просто незаметно, либо ты сам незаметен для этой фабрики. И как только ты набираешь какие-то обороты, как только у тебя становится 50-60 тысяч подписчиков, на тебя начинают обращать внимание и идет просто целенаправленное давление на конкретный канал. Я точно могу сказать, в какой момент у меня это началось. Это произошло после ролика «Железная кукла Путина» о Ольге Скобеевой, когда вдруг в одно мгновение, в течение нескольких суток, было накручено колоссальное количество дизлайков. До этого никогда подобного не было. Дизлайки появлялись, но никогда в короткий период сразу несколько тысяч, превышающих во много раз лайки, при этом негативных комментариев под видео нет. Но это было только самое начало. Затем практически каждый второй ролик перестали монетизировать под тем или иным предлогом. В основном вдруг стали писать, что я использую не ту музыку, в других роликах, что интересно, эта музыка проходит легко, но вот на политические, острополитические темы вдруг это нельзя, то нельзя, использование постороннего контента, не написал 18+, и прочее. В общем, приблизительно несколько месяцев каждый второй ролик не монетизировался. Затем и эта тактика несколько поменялась, и вот буквально на своем последнем ролике я почему и записываю именно это видео, потому что здесь все стало очевидно, ну, совершенно очевидно. Я сделал ролик об пытках в российских тюрьмах, и сразу после него ролик «Самое главное достояние Путина, стояние на коленях» с небольшой статьей Виктора Шендровича и моим комментарием. Так вот, просмотры на этом ролике застыли два дня тому назад на цифре 3433. Я зафиксировал эту цифру. И дальше в течение 48 часов ничего в этой цифре не изменилось, что само по себе невероятно. Я захожу в свою статистику, вот, посмотрите сюда. Просмотры на этом видео продолжаются, продолжаются каждую минуту, продолжаются в течение всех этих двух-трех дней. Но цифра продолжает стоять, не шевелясь, 30-400-33. Вот здесь четко я хочу вам показать, что только в течение одной минуты 10 просмотров. Это показывает моя личная статистика на канале. В течение одной минуты, в течение часа до 200-300 просмотров. Но ничего не меняется несколько дней. Вот это очевидно. И дальше в комментариях, что тоже интересно, исчезли все комментарии за последние три дня к этому видео. И также к тому ролику, где говорилось о пытках в российских тюрьмах. Да, и, конечно же, дизлайки, как вы видите, их число превышает в 3-4 раза лайки, что само по себе подозрительно. Так как эта картина уже не только с этим конкретно видео, с этим просто, ну вот, четко заметно, да, что три дня ничего не меняется в просмотрах. Это значит, что просмотры скручиваются. Это значит, что они куда-то исчезают. Как это происходит, что делается при этом, я понять, конечно, не могу, как я и думаю большинству остальных. Но я просто фиксирую этот факт. Теперь еще вот такой ощутимый момент. Когда у меня было 20-30 тысяч подписчиков, мой канал приносил прибыль, ну, трудно назвать прибылью, такой небольшой заработок, там, 150-200 евро. Затем, когда число увеличилось до 30-40-50 тысяч, эта цифра стала увеличиваться. И был какой-то момент, когда я даже заработал 400 или 500 евро, что-то в этом роде. Я подумал, ну да, это логично, число подписчиков увеличивается, число просмотров, время просмотров, там, несколько миллионов и прочее. Все это нормально. Но после вот этого самого случая «Железная кукла Путина», когда я стал ощущать, что просмотры каким-то образом останавливаются или еще хуже скручиваются назад, доход с этого канала уменьшился в три раза. То есть сейчас с 80 тысячами с лишним числом подписчиков я зарабатываю на этом канале, внимание, меньше, чем когда у меня было 20 тысяч. Это, конечно, невероятно. Этого не может быть. Увеличивается все в статистике, канал показывает хорошую тенденцию к развитию со стороны статистики, аналитики. Канал показывает прекрасные результаты, а в плане заработка у тебя все сократилось в два и в три раза. И вот именно в связи с этим я хотел бы обратиться к господам троллям. Они, конечно, присутствуют на моем канале, у меня есть программы, я их точно так же могу видеть, как и все остальные блогеры. Аккаунты их посвечиваются розовым, там, желтым, оранжевым. То есть их можно сразу выделить. За ними вообще довольно интересно наблюдать. Вот что странно, когда я критиковал Сотника и я сделал отдельно скрины, буквально человек 10 из троллей почему-то стали его поддерживать. Я не хочу сказать, что они работают на Сотника. Нет. Я просто понял их тактику. Задача троллей не просто задавить какого-то блогера. Задача троллей создать хаос. Если автор, например, в данном случае критикует другого подобного оппозиционного блогера, вдруг тролли начинают поддерживать того, кого критикуешь. Или, например, сейчас, когда у меня остановились просмотры на этом видео, именно тролли в неограниченном количестве оставляют комментарии. «О, обрати внимание, к тебе подвезли дизы. Значит, классный ролик». Или, например, «Ничего себе, столько дизов. Правильной дорогой идешь, товарищ». И так далее. То есть вроде бы они поддерживают меня, но на самом деле, когда я открываю эти аккаунты, это именно эти самые тролли. То есть тактику их достаточно сложно разгадать. Вообще, я думаю, что о деятельности троллей еще напишут множество книг, и об этом будут разбираться. Я сделаю отдельный ролик, который уже знаю, как я его назову, личинки путинского режима, и буду говорить о том, что самое страшное породил путинский режим не только для России, но и для всего мира. И, конечно же, фабрика троллей – это одно из этих ужасных порождений. Итак, дорогой мой друг-тролль. Ну, конечно, никакой ты не дорогой. Я должен к тебе как-то обратиться. Не знаю, как тебя зовут. Юра, Сережа, Валя, Саша, Света. Все вы молодые ребята, которые работают на международного преступника Пригожина. Это достаточно известный факт. Такой вашим заведением интересуются не только блогеры, которые страдают от этого, или люди, например, профессиональные журналисты, пишущие Фейсбук. Вашей деятельностью интересуются и уже на высших кругах. То есть не думайте, что все вот так безболезненно пройдет, и вы будете просто чикать по клавературе, а потом поменяете место работы, и на этом все закончится. Нет, о фабрике троллей говорят сейчас и в английском парламенте, и в Бундестаге, и даже в американском конгрессе. То есть все больше и больше не просто вот эти одиночные возгласы несчастных блогеров, так и канут в море информации Ютуб, но и постепенно это доходит до самых высших кругов. Дорогой мульттроль, даже если ты сидишь и пишешь комментарии по заказу, понятно, это часть твоей работы, утром тебе приносят разнарядку. Что мы обсуждаем сегодня? Например, пенсионную реформу. Пользуемся вот такими-такими словами, начинаем писать о том, что в Европе на пенсию уходит еще позже, дескать, давайте будем лучше думать о своем здоровье. В общем, мы все знаем, по каким лекалам вы работаете. Но ведь ты же не идиот. Ты находишься в этой информационной сети, ты читаешь что-то параллельно. Если, например, ты присутствуешь на моем канале, то ты точно так же смотришь эти ролики. И, возможно, ты даже в чем-то симпатизируешь всем тем авторам, которых ты критикуешь. Так вот, ты замечаешь, что этому режиму приходит конец. Это очевидно всем здравомыслящим людям. Путин, его, Шайка, его команда, да, какое-то время будут еще изо всех сил удерживаться у власти. Но они все равно проиграют. Они проиграют по факту того, что они стоят на стороне зла, на стороне лжи. Если ты приходишь на какой-то канал и изначально знаешь, что ты будешь критиковать его, даже если ты согласен с тем, что там говорится, значит, ты уже на стороне лжи. Значит, ты служишь темным силам. Вот что самое главное, дорогой тролль, ты должен понять. Путинский режим закончится. Первое, что произойдет, это захват средств массовой информации. Это понимают все. Это понимают сейчас те оргкомитеты, те партии, те союзы, которые организовываются за пределами России и разрабатывают тактику, как они будут вести себя, например, в момент какой-то революционной ситуации или в момент, когда вдруг физически устранят Сан-Селикова. То есть убьют Путина и начнется движение в каком-то другом направлении. Эти люди уже работают, собираются специалисты и в экономическом сегменте, и в политическом, и в организационном не переживай, дружок. Есть люди, которые эту власть перехватят в момент, когда это станет возможно. И я открою тебе секрет, средства массовой информации будут захвачены в первую очередь. То есть те ребята, которые сейчас сидят в Останкино, ну, наверняка это твои кумиры, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, конечно же, Константин Эрнст, Маргарита Симонян и прочие, они не то что будут отстранены от своих занимаемых должностей, но они и понесут, конечно же, уголовную ответственность за то, что они делают. Когда средства массовой информации будут захвачены и оболваненному сейчас, одурманенному народу наконец-то начнут открывать глаза, естественно, не таким образом, как сейчас, а придут совершенно другие люди, другие эксперты, где на цифрах и фактах будут показывать, что и как происходило. Это неизбежный процесс. Это все равно произойдет, даже если ты, дорогой друг, думаешь, что силы зла в этой стране навсегда поселились. Это иллюзия. Рано или поздно этот режим должен уйти. А значит, вторым ударом, конечно же, будет удар по приближенным Путина, по его друзьям. И наверняка твой шеф Пригожин будет либо отравлен своими собственными замами, либо сам пустит себе пулю в лоб. Одним словом, мы будем видеть череду людей, типа Пескова и всех остальных, которые будут вот один за одним выпадать из окна, отравляться, вешаться на своих собственных шарфиках. В общем, это еще все впереди. Самое главное, что ты еще не понимаешь, что лишь увольнением дело не закончится. Потому что это одно, знаешь ли, писать комментарии и ставить дизлайки по заказу, а другое, когда речь идет о воровстве денег. Если ты или, я не знаю, твой начальник отдела ворует просмотры с моего канала, у меня небольшой канал, а таких, как я, много, есть каналы, как у Дмитрия Камикадзе и прочих, многомиллионная аудитория, и там вы воруете не по 200-300-500 евро каждый месяц, а гораздо больше. А теперь представь, что это происходит с десятками, сотнями блогеров. Какие колоссальные деньги кассируют твое заведение? Залази в прямом смысле в карман блогеров. Я думаю, что в переходный период обязательно будет организована какая-то группа тех самых людей, которые пострадали. Ну, например, такие, как я и все прочие. И мы наверняка будем добиваться того, чтобы троллей не просто распустили по домам, погладили по головке и сказали, ну что же, дружок, теперь ты можешь начать жизнь с чистого листа, а обязательно всех привлекли к уголовной ответственности. И будут не просто интересы блогеров, но и интересы людей на самых высших кругах, чтобы люди, работающие на эту фабрику, понесли очень жесткое наказание. Почему? Потому что никто ни в Англии, ни в США, ни в Германии, ни в других странах не хочет, чтобы там возродилась своя собственная фабрика троллей, которая будет делать свою собственную альтернативную реальность для граждан этих стран. И так как сейчас заинтересовались вашей деятельностью и в Конгрессе США, это значит, что в ближайшие годы вас начнут преследовать по закону. И я очень надеюсь, мы приложим к этому усилия, чтобы сроки, которые будут давать вам, были не годик-два, а желательно лет эдак-двадцать с полной конфискацией имущества, что, конечно же, светит всем пропагандонам этого режима. Сроки, назначенные за работу в сфере пропаганды, должны быть самыми жесткими. Именно для того, чтобы эта практика прекратилась. А узнать твой адрес, дружок, твое настоящее имя, IP-адрес или номер твоего счета, это несложно. И это очень быстро раскроется. И никуда ты ни в стране России, ни в какой-либо другой стране не денешься. Тебе придется за это отвечать. Я понимаю, что в стране тяжелая ситуация и, наверное, деньги зарабатывать сложно. Но подумай о том, стоит ли заниматься этим, работая на международного преступника, зная, что конец режима недалеко. Самое главное, что я хочу сказать тебе, дорогой друг, мало того, что ты выбрал сторону зла, темную сторону, но ты зарабатывал все это время незаконным путем, тебе в перспективе грозит очень серьезный тюремный срок. Это не просто мои слова, я еще раз повторяю. Это то, что сейчас обговаривается, допустим, в Бундестаге. И говорится о том, что фабрика троллей должна быть не просто распущена, но и необходимо серьезно наказать этих людей. И вы задели слишком много людей и слишком многих обворовали. Забыть это или сделать вид, что этого не происходит, уже невозможно. Так что подумай, дорогой дружок, о том, что тебя ждет в этой стране или за ее пределами. Когда-нибудь вас назовут по именам и вас заклеймят все всенародным позором, потому что то, чем вы занимались, это была не просто игра. Это была серьезная подрывная деятельность. Вы вмешивались в выборы Соединенных Штатов, вы занимались созданием совершенно несуществующей реальности, вы поддерживали несправедливые законы и решения, и вы работали на международный картель преступников. Это очень серьезно. Я, конечно же, не желаю тебе ни здоровья, ни хороших тихих ночей. Я желаю тебе, чтобы у тебя уже сейчас начались серьезные проблемы с переживанием своего положения, ну, а когда-нибудь ты будешь писать свои мемуары на нарах. Поверь мне, сотни тысяч людей заинтересованы в этом кровно. Итак, удачи, дружок, пока что. Тучи по клавишам, старайся сохранить еще несколько месяцев, может быть, лет этому преступному режиму. Как только уйдет режим, уйдет и твоя свобода. В этом можешь не сомневаться.